Первый бренд, с которым я работала. Вот площадь, думаю. Ну вот это вот я прям. Приезжает вот с таким каре и говорит, соберем. Погодки очень модные. Влог. Влоз? Да. А что это такое? Как мы бежим и опаздываем. Привет-привет. Если ты смотришь это видео, значит, ты на моем YouTube-канале, значит, ты смотришь влог про неделю или неделю моды. Я еще не поняла, как я смонтирую. Скорее всего, в одну сутку. Сейчас ночь. Я в Абидаби. Виталий Балан. Ну и всего. Буду показывать много луков. Сто лет меня здесь не было. Подписывайся, ставь лайки. Так говорят на YouTube. Показать вам лучок мой. Так и путешествуем. Ну, давайте покажем. Во-первых, я обожаю большие сумки в путешествии, в которые все влазит. И я не была не готова к вот этому ко всему. Здесь моя сумочка. Здесь magic книжка, которую я дочитываю. Ну, давайте покажу, что это. К психологии пробуждения. Очень крутая, кстати, книга. Всем очень советую. Вот. Записываем. Потом у меня всегда есть вот такая сумка, в которой много магических штучек. Это мои помандеры, свеча, прости господи. Мои четки, мои обереги. Какие-то супер записки, карты Таро. В общем, это моя хранительная, оберегательная сумочка. Что еще? Всегда вода со мной путешествует. Тут я в Duty Free купила. Обожаю, кстати, вот эти вот штуки. Считаю их самыми лучшими для лица. Не реклама. Фруктовый салатик. У меня очки, конечно же. Что за счета? Вот это надо все нафиг выкинуть. Так более секси. И... Та-дам! Носки! Зарядка, конечно же. И носки, носки шерстяные. Они всегда со мной. Я буду одевать их в самолете, в отеле и везде-везде. Куплены в Тибете, по-моему. Вот. На самом деле джинсы решают все. У меня очень красивые новые джинсы. Я их покажу вам со стороны. И вот такие тапочки. Супер-пупер. На самом деле в этот раз пока один чемодан. Но посмотрим, что будет в Париже. Так что я с годами все лучше. А то раньше путешествовали 10 чемоданов. Милан, встречай! Та-дам! Я в отеле! В очень красивом. Очень маленьком. Я люблю быть в отеле. Я, конечно, получаю колоссальное удовольствие в любом путешествии. Мне часто задают этот вопрос. И есть ли вау-эффект? Я считаю, что это вопрос не только отелей или Destination. Это вопрос внутреннего состояния. Я всегда получаю вау-эффект. Это очень простой отель. Конечно, мне доставляет это все удовольствие. Колоссальное. Вообще, блог должен быть позитивным. Но это тоже очень важная мысль у моего очень близкого друга. Сегодня, когда я прилетела, первая новость, которую я узнала. Я считаю, что у него умерла мама. И я хочу сделать акцент не на боли и утрате, и потере, а на ценности жизни каждой минуты. Я работала в хосписах. У меня были выступления в детских. И моя болезнь, благодаря которой я стала заниматься практиками, меня очень сильно возвращает всегда в момент сейчас. Потому что мы никто не знаем. Шикарное начало, блин, влога про Башен Рик. Мы никто не знаем, будем ли мы жить завтра. Ребят, на самом деле это очень важная, серьезная мысль. Просто во влоге про Милан, наверное, это будет звучать странно. Надеюсь, монтажер это не верчит. Это правда очень важно. От осознания глубокого этой мысли сразу же улетучиваются все депрессии, все проблемы, мелкие проблемы. Но этого просто не существует. Это все ерунда и мелочи. И очень важно быть в этом моменте, в состоянии ценности. Не просто в контексте страха, что мы все умрем, а ценности. Вообще, как будто в воздухе что-то летает. Мой милый номер. Будуар. Душ. Это такой входик у меня симпатичный. Кому-то я прием тут собираюсь сделать. Балкончик. Мансада у меня. Мое прекрасное ложе. И у меня три балкончика. Один здесь такой большой. Смотрите. И один здесь. Сейчас даже покажу. Вот площадь дома. У меня балкончик тоже мой. Сейчас покажу. Смешно, конечно, сейчас. Вот моя уборная. И здесь есть шикарное окно из туалета. Точнее, не окно из туалета, а выход из туалета, если что. Еще один такой балкончик. Вот так. Тут я буду завтра. В общем, вот так вот. Welcome to Milan. У меня есть пару часов, чтобы собраться, разобрать чемоданы. Привести себя в порядок. Сегодня отменила моих девочек, которые меня собирают, потому что не успевала по времени. И у меня сегодня несколько мероприятий. Сегодня, во-первых, Фэнди. Очень жду этот показ. Сегодня Бруналка Ченнелли. Одна примерка. Надеюсь, встреча с любимыми людьми. Ну и параллельно много-много работы. Ух! Пожелайте мне удачи. Я рада, что я делаю влог. Давно у меня здесь не было. Да, если вы тоже рады, напишите что-нибудь. Ставьте лайки и все такое. Я уже на пять минут наговорила, как это все монтировать. Я не понимаю. Как? Вы будете час смотреть влога? Мне просто интересно. Вы будете час влога смотреть? Будете? Надеюсь, что да. Так. Все самое важное разложила. Конечно же, коврик всегда со мной. Сумочки. Пришлось выбрать топовое. Все, что пригодится для луков. И вот эти пары. Обуви. Сан Лорен. ДТМ. Селин. Олд Селин. Росси. Сан Лорен. Шанель. И 12 сторис. И еще одни вот такие вот. Тоже классные. Я в них летела. Разобрала гардероб. Как вы видите, много белого, бежевого, темного. Всегда актуально. Обязательно. Покажу все луки. Оно бомба, конечно. Вот эти вот юбки прозрачные во всех цветах. Очень-очень красиво. У меня есть полчаса. Мне нужно отгладить вещи. И я, как вы думаете, чем займусь? Варианты. А. Смотрю сериал. Б. Звоню Мураду. Разговариваю с Мурадом. С. Медитирую. Д. Иду есть булочки. Ну, конечно же, я медитирую. Коврик всегда со мной. Так. Нужен помандер. Посмотрим. Мои четкие. Баджеры всегда со мной. Ох-ох-ох-ох-ох. Удачная мне неделя моды. У меня есть какие-то кристаллы. Чувствовать себя как дома. Это, конечно, важные масла. Олэнд. Мои любимые делают. Мау-ох-ох-ох. Мау-ох-ох-ох-ох. Надо. Медитируем. Но надо снять в Инстаграм. Сам себя не снимется. Это, конечно, блин… Эта грань существует. Правда. Грань реальной жизни. И показать её… Так как я 13-14 год в блогинге, я очень чётко разделяю, когда это не только для картинки, когда я чуть-чуть впускаю в свою жизнь. Сегодня немножко сложнее, потому что это и YouTube, и Instagram, но это всё реально. Настраиваемся. На правильную неделю моды. В любви. Без суеты. В радости, в таком сиянии. В правильной энергии. В аффирмации, в доверии ко всему, что происходит. И колоссальные дополы, благодарности, поклон за всё, что есть, за людей. Пусть так всё пройдёт. Быстренько прибежала на примерку, пока через несколько дней, но делать бы и выбирать будем сейчас. Со мной на связи Катя, мой стилистка Томакова. Будем смотреть. Так, мы пришли на презентацию брюнала Качинелли. Очень долгожданное всегда мероприятие для всех. В первый день оно всегда идёт. Всегда очень на второроду. Но это такое last time, last time. Вот такие девушки. И сейчас покажу вам, как это происходит. Пока я еду в машине, поделюсь мыслями. Когда я когда-то начинала, и практически не было фэшн-блогеров, была там пятёрка, Тамара, Леони, Кара, Ксения, Эми и старой гвардии Брайан Бой. Но были единицы буквально. Элеонора, да, итальянская такая была большая очередь. Инфлюенсер. Конечно, когда мы начинали, всё было в новинку. Никто не воспринимал инфлюенсеров. И для меня это уже одиннадцатый год, когда я езжу на теле моды. И, конечно же, всё меняется. Вначале был рассвет блогерства, да, когда нас пересадили всех на первые ряды. Потом начали появляться новые блогеры, которые готовы были делать для бренда всё, что угодно, и бесплатно. Подпортив, мне кажется, всё атмосферного. Кстати, в Трэвел то же самое было. Потом появились тиктокеры резко, вдруг стали суперзвёздами. Много всего меняется. Если раньше я приезжала на неделю моды, это называется заметки от Бабы Наташи. Я приезжала, и мне было важно делать по пять шоу в день, переодеваясь, рассказывая весь объём. Сейчас, конечно же, меня все знают, меня все встречают. И я точечно выбираю только те шоу, которые бы я хотела посетить. Во-первых, это зависит от отношений с бренда. Это раз. Два. От того, насколько ты активен, социален и какой контент ты делаешь. Три. В этом сезоне Милан у меня самый слабый, а Париж прекрасный. У меня не подтвердило два бренда, на которые я всегда хожу. Но я не расстраиваюсь, потому что это не значит, что что-то там во мне не так. Я продолжаю все равно с ними работать, и они все равно продолжают мне присылать свои новинки. Блин, ребят, я вспомнила, что сегодня не снимала влог. Это провал. Это полный провал. Но это расскажу про день. Странсика, йога-медитация. Потом меня собирали девчонки. Потом у меня была съемка с Волшебной Катей. Завтра тоже она будет. Ну, вы видите, у меня есть перезарховочка. Потом было несколько презентаций. Я всегда посещаю презентации бренда, с которыми я дружу. В том числе и в Жизе Пазаноте. Я его лично знаю много лет. И работаю в Жизе Пазаноте очень-очень давно. Очень люблю. У меня сейчас была коллекция. Дам сразу же комментарии. Была очень классная. Очень нетипичная для него, потому что в Жизе Пазаноте всегда про секси, про блески, про такой вызов женский. Хорошая часть из этого цвета. В этом году она была очень классическая. Мне это тоже очень сильно понравилось. Очень красивые формы. Много всего прям очень-очень элегантного. Светила много друзей там, конечно же. Сейчас бегу на Реси в Пенте. Реси – это то, что делают после показа. И пускают друзей бренда и прессу, чтобы мы могли посмотреть и потрогать всю коллекцию. Поэтому вот ее сейчас вам и сниму, и покажу. Будет очень интересно. Сегодня по планам еще две встречи рабочие. Я встречаюсь с брендами или с инфлюенсерами, общаюсь. Мы обсуждаем какие-то проекты, у кого что происходит. Это всегда очень действенное и вдохновляющее. У меня еще одна презентация Майкл Корса. Несмотря на то, что Майкл Корс не идет во время недели мужа в Милад, они делают небольшие презентации тут. Ужин будет с большим агентством. Я сюда заглянусь тоже. И мне нужно зайти в Спорт Макс, потому что у меня будет космический образ от Спорт Макса. Мне нужно поменять размер. Ну что, давайте пройдем в красоту. И посмотрим коллекцию. Во-первых, это очень красиво. Просто нереально. Очень много во многих коллекциях, конечно, прозрачный шифон с начесом. А вы заметили, что здесь нет рукавов? Нереально. Так, ну сумочки. Так, и вот магию. Сейчас покажу. Это не просто аксессуар? Да для чего почем все. Очень круто. По цветам сезона тоже, в принципе, понятно. Бар ловый, такой серо-лиловый. Тут очень много игры с рукавами. Очень красиво. Я очень люблю такие цвета. А, и тут, видите, такая... Всегда на Фенде есть багеты. Это самая знаменитая, наверное, форма. Посвященная разным городам. Всегда они выставляют это. Тихони. Тихони. Ну вот это прям моя. Обожаю. А вот это вот. Смотрите. Блин, у нас все. Тут можно посмотреть, конечно, всю коллекцию. Все аксессуары. Очень красиво. На бейке. Так, ну что сказать про Фенди. Это не такая, на мой взгляд, яркая коллекция, которая бывает. Вообще зимняя коллекция не всегда самая яркая. Очень прикольные аксессуары. Как обычный фанат аксессуаров Фенди и Сума. Обувь космическая. Очень красивые казаки. Есть классные. Решения очень красивые. Очень много, конечно, брюки или колготки. И шифон. Сверху свитер. Вот я покажу как раз вот это коллекция. Смотрите. Очень красивый. Вот этот свитер без рукавов накинутый. Я, по-моему, не очень аккуратно надели, но это очень красиво. Коричный мой любимый, многослойный. Наверное, то, что я хочу подчеркнуть, это многослойность. Видите, да? Рукава, рукава. Много всего одно на другое. А здесь, посмотрите, прям несколько, три подряд надеты. Вот они, три подряд. Классно, очень красивые высокие сапоги. Наверное, это самое важное, что я хотела подчеркнуть. Ну что, мы поезжали дальше. Я пришла на Michael Kors презентацию. У меня там шлёпает. Если был звук хороший, я просто там всё... Ну, здравствуйте, просто здравствуйте. Вот такая вот погода. Извините, немножко надо было подыть. Но я рада здесь быть. Michael Kors американский бренд. Но это мой первый бренд, с которым я работала в жизни. Я имею в виду, в жизни, ну так официально, это Michael Kors. Я его очень люблю. Я знаю лично Майкла. Это первый бренд, так вам скажу. Который там одиннадцать лет назад первый написал и предложил совместную работу. Вот. Посмотрите, что за красота. Это же нереально. И вот это вот всё. Так и я. Красивая. Таксида. Это очень модно. Ну, это я люблю. Я знаю, что это не очень модно, но я очень это люблю. А вот это посмотрите. С таким горлом. Ну, обожать. Может быть, это старость, но я люблю в моде. Я стала любить всё, что немного потеплее. Ой, вот это мои любимые цвета вообще. Практически у всех есть трусы во всех коллекциях. Вот это вот вообще. Я не скажу, что это супермодные эти цвета. Их просто я очень люблю. Но вот это вот я прям. Вы знаете, я люблю леопард. Это моя тень. А, ну вот это бежевое. Очень красивое. Очень. Я, конечно, очень рада, что масс-маркет становится очень модным. Просто невероятным, доступным. Ну, и очень красиво. Вы посмотрите. Вот эта сумка, это вообще просто любовь. Невероятно. Так, ну, вот эта вот юбка и вот это боди однозначно мой выбор. И тёпленько, и красиво. И, наверное, я бы взяла какую-нибудь сумку. Даже, может быть, вот такое вот. Смотреться. Идеально. Вчера я сказала, что я не снимала свои сборы. Это я в обед перекусывая вспомнила, что я не сняла сборы. Горе-блогер называется. У нас, конечно, ещё добавилось то, что погода. Очень сильные дожди в Мелане. И, что касается волос, приходится собирать. Максимально зализывать. Мы решили сделать, повторить образ модели на показе Fendi в этом году. И мейк, и волосы. Я думаю, будет удачно. Я не очень люблю овер-мейкап и волосы. Как будто я собиралась очень долго. Я обрадовала человека, потому что года три я стригуюсь перед каждой неделем. Каждый раз моя боль просто приезжает вот с таким коре и говорит, соберём. Да-да-да. Или надо убрать, а хвост получится. И несколько сезонов Юля, конечно, мне писала всегда комментарии на сторис. Типа, что? Нет! Как? Опять? Опять? Вот отращиваю, понимаешь? Пока отращиваю. Я надеюсь, в сентябре будет ещё подлиннее давить. Вчера была очень красивая коса. Я вообще впервые, наверное, года за четыре была с косой. И мне очень понравилось. Вопрос только, как самой это всё потом делать. Аня мне вчера открыла новые карандаши. Мы, конечно же, когда собираемся, обсуждаем, что из новинок. Ну, помимо того, как мы обсуждаем мужиков. В перерывах? В перерывах, да. Был карандаш. У тебя есть он сейчас с тобой? Куаровские новые карандашики. Какие-то космические. Ролл-с-ройс цвет. Вау! Не сушат. Это немножко тёмный, да? Это объём, наверное, да, он даёт? Да, это вот ролл-с-ройс. Ну, мы потом, когда накрасимся, финальным штрихом я покажу. Не сушат очень красивые оттенки. Вот у меня их два. Один бежевый, другой, по-моему, капучино, да? Вот. Очень красиво. И я даже сама потом с ними работала в течение дня. Прям суперестественно, как я люблю. Покажу попозже. Часто задаваю мой вопрос. Куда, как пойти? В Милане. У Юли вообще-то есть салон здесь. Юля, расскажи, что в этом деле. Я там была. Это невероятно. И сейчас, Юля, так всё хорошо, что Юля расширяется. И там вообще я уже видела, да, каминный зал. Да, там каминный зал будет. Расскажи, что ты делаешь? Я делаю всё, что касается волос. Это наращивание, это окрашивание сложные, уходы. Фанат японской косметики, японских уходов. В общем, всё лучше для моих самых красивых клиентов. Так что, если вы в Милане, вам именно сюда однозначно. И уходов, и окрашивание, и наращивание. Вот с девчонками вчера разговаривали. Юля рассказывала, что такое необычное наращивание. И очень тонкая работа, что даже в Дубае, когда девочки приходят в салоны, там сбегают из своей салона и смотрят технику. Так, ну мы собираемся, я покажу потом результат. Мы почти закончили съёмку. Такие красивые стрелки, обещала показать вам. Карадыш. Ну он вообще, вот этот вообще, прям супер натуральный, да? Да, прям вот чуть-чуть даёт оттенок. Так, не показала мой один из луков. Минтаж, кожаная, прозрачные колготки, очень модные в этом и в том, и в следующем сезоне. Вот так вот, если снимаю, шикарно. У нас есть оператор. Пиджак, рубашка. Так, на Булгере презентации. Это всегда обычно происходит очень грандиозно. Сегодня чуть-чуть поскромнее. Вот новые сумки. Плюционные, очень красивые, в разной форме. Очевидь тоже они презентуют. Вот такая большая серпенция. Это человек, который любит камни. Это живой камень. И это похоже на розовый кварц. И вот, конечно же, коллекция очков. Тоже красиво. А я побежала дальше. Пока я еду на Прадо, расскажу историю. В Бутане я взяла аскезу на определенные вещи. На ментальные, ну такие серьезные. И в принципе, у меня от всего физического достаточно легко отказаться, как мне казалось. Я в принципе не ем сладкое, ну как в каких-то там супердозах. И в принципе не ем хлеб. И тут я с широкой душой решила в список то, от чего я отказываюсь, добавить. Мучное, все выпечки, хлеб, пиццу. Сладкое, понятно, все. Все сладкое, ну там кроме меда и прямого сахара, понятно, всех десертов, мороженого. И единственное, что я делала поправку, что вот если в соусах иногда бывает там, в каких-нибудь соусах добавляют сюда сахар, но это не считается, потому что ну как бы это очень сложно отконтролировать. В итоге беру я таскезу на 3 месяца, думаю, все супер. И я реально приезжаю в Милан. Даже в аэропорт пока летела лица в Удабе. У меня даже в аэропорту, в кафе в первый раз за то, что я взяла кофе, стали дарить какой-то ручной шоколад. Я говорю, нет, спасибо. И реально каждый день по 10 раз мне дарят что-то сладкое. Или печенье, или кофе приносят меренгу. Или вот я в лангостерии кушаю, всегда дарят коробку шоколадных конфет. Ну то есть никогда в жизни такого не было, или я делаю акцент, одни круассаны. На обед меня в пиццерии зовут. Я просто скажу с ума, если честно. И вот, по геям всего стало. Я была сейчас на Болгаре презентация, очень часто после презентации дарят. Иногда сумки дарят, иногда какие-то аксессуары, платочки, иногда браслетики, иногда кошелечки классные, мои любимые. Всегда что-то разное, или какие-нибудь записные книжки классные. В этот раз тоже дарят, смотрите, вот такой Болгарий пакетик. Я такая достала, я думаю, блин, это платочек, смотрите, какая красивая коробочка. Первый раз в жизни они такое дарят, я в шоке. Ты готова, да? Крутой анпек. И просто это в Болгарии, да? Смотрите, как красиво. Знаете, что это? Нет, вы знаете, что? Просто это... Мар-ме-лад. Не потому что мармелад это плохо. У них очень вкусный мармелад в отеле. Начал бренда. Но мармелад у меня аскеза. В общем, меня везде поджимает, но я держусь. Вот так делают вышивку на туфельке. Это невероятно. Это просто невероятно. Это фильм, появлявшийся. Очень красивый фильм. Просто очень-очень красивый фильм. Вот она, семья. Париж ждет. Мужу сделала ужин. Соша про Бугакова. И распределяю вещи. Один член, на самом деле, собран. Сейчас еще один придет. И думаю, о нашей отручной кладе. Вот все-таки взять вот этот или этот. Но возьму на колесик, потому что не хочется ничего тащить. Влог. Влог? А шо це таке? Обраю ночные рейсы. Спать жутко хочется. Летим в Париж. На неделе моды. Ночной рейс. Сейчас час ночи. В общем, здравствуйте. Ну что, я снова в самолете. Летим в Париж. Я опять в грозночной рейс. Я пытаюсь сейчас экономить время, чтобы побольше быть с детьми. Я не совсем уверена, что это хорошая идея, потому что я завтра прилетаю в 8 утра. Еду в отель. Там в 9.30 я буду в отеле. Мне несколько часов на перекусить, собраться. И сразу же два показа. Wish me good luck. Обожаю открывать приглашения. Обычно они какие-то артовые. Всегда по-разному, в зависимости от показа. Красота. Неброза. Ну давайте я вам покажу мой любимый отель. В Париже будет много зеркал. Это я. Я еще не готова подать часть моего лука на сегодня. Ванна такая красивая. Такая красивая-красивая ванна. Кровать. Испа присылает вот такой девайс с красными, инфракрасными лучами. Буду пользоваться, чтобы была красивая. Лензель Осман. И гардеробная. Еще не разбирала чемоданы. Буду делать уже вечером. Так, этот день продолжается. А должен был только начаться. Мы едем на шоу Hermes. Мы встретились с Сашей. Да. Мы в Париж приведем вместе. Париж дождлив. Поэтому есть свои нюансы на тему стрит-стайла, которые тоже хочется классно отработать. В этом году было очень скромное вот такое вот приглашение. Обычно они делают какие-то там еще книги или какой-то стори-тейлинг. Но вот сегодня нет. Посмотрим, что будет на шоу. Попросили заранее привезти ID. Попросили заранее приехать за полчаса до. Редко такое происходит. У меня был один раз случай года три назад, когда я зашла в последнее на шоу Hermes. Просто вот за мной закрывали дверь. А до этого сидела с подружкой из фэшн-индустрии. Мы решили пообедать. И, в общем, я немножко задержалась обедом. Поэтому я предпочитаю чуть-чуть заранее, если есть возможность подъехать. Мы лучше встанем где-то недалеко и будем ждать, чтобы сделать хороший стрит, зайти и потом еще тоже отработать. По пути наш водитель Алекс решил нам показать нам нетое кафе, где все подпивали кофе и шоколад. И мы решили заехать. Ну, как бы, а вы знаете, я и очень люблю опаздывать. И Саша сейчас смеялась и говорила, сейчас будет следующий кадр, как мы бежим и опаздываем. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, мы зашли на показ. Как вы видите, еще очень мало людей. Но ничего. Так, сегодня мы увидим. Сегодня день Стеллы Маккартни. Очень люблю этот бренд. Самый sustainable бренд ever. У меня вчера была примерка. Покажу что-то с нее. И мы выбрали просто космический лук. Невероятно яркий достаточно. Сейчас вам покажу. Вот такой у меня лук. Красивый. Стала. Обувь. Это, наверное, самый теплый лук за эту неделю моды. И я безумно этому рада. Так, мы идем на показ Стеллы. Ой, увидим. По-моему, уже начинает. Вот так вот выглядит идеальное место. для подготовки. К показу. Да. Так, готовимся к мю-мю. Да, и они чуть-чуть подупадут. Но все равно она будет двигаться. Эта волна будет точно двигаться. Нам тут важно, чтобы было определенные кончики. Только были завиты. Много нюансов. Так, чтобы было все задумано идеально по лепеницу. Так, покажу часть моего лука. Очень рада, что это такие мюли. Очень удобные, без каблука. Вот такое секси-платье расшито. И вниз, кашемировая. Такой свитер. И сумка такая, heavy, бежевая, красивая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы заходим. Пресса, 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 пресса. Люди-фанаты. В общем, вот так вот весело она выглядит. Как всегда, забываю записывать концовку. Но это очень важно, потому что поддерживать каналы и видеть ваши реакции для меня самое главное. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте уведомления в виде колокольчика. И я жду ваши комментарии Пока